Сегодня по оценкам Кинопоиска, а также по оценкам зрителей различных сайтов и по оценкам Индийского Вестника, к вашему обозрению предлагаю топ-10 лучших фильмов актера Шакрухана. На 10-й строчке расположился фильм «Игра со смертью». Фильм номинировался 10 раз, из которых выиграл 4, включая лучшую мужскую роль для актера Шакрухана. «Игра со смертью» был коммерческим успехом и четвертым самым кассовым индийским фильмом 1993 года. 9 место. «Наступит завтра или нет?» Фильм получил положительные отзывы критиков и был коммерческим успешным. Фильм собрал в кинопрокате 19 миллионов долларов и стал самым кассовым индийским фильмом года. Фильм получил 2 национальные кинопремии и 8 наград Film Fair Awards, а также 13 международных наград Индийской кинокадемии, 6 кинопремий гильдии продюсеров и 3 награды Screen Awards. 8 место. «Эту пару создал Бог». После выхода фильм получил смешанную отзывы и побил многие кассовые рекорды. Он был объявлен суперхитом на конец года, и в конце своего театрального пробега он собрал 21 миллионов долларов США по всему миру, став самым кассовым индийским фильмом года за рубежом, а также самым кассовым фильмом компании «Яш Раш» и актера Шакрухана на тот момент. 7 место. «Всё жизни бывает». Фильм получил положительные отзывы критиков. Фильм имел успех в Индии и за рубежом, став самым кассовым индийским фильмом года и третьим самым кассовым индийским фильмом в то время. Фильм получил различные награды, в том числе национальную кинопремию за лучший популярный фильм, обеспечивающий здоровое развлечение и лучший фильм на Film Fair Awards. Фильм «Всё жизни бывает» выиграл 8 фильмов «Файр Эвертс» и был единственным фильмом, получившим все 4 актерские награды. 6 место. «Влюблённые». Фильм получил широкое признание критиков, особенно за выступления Амитаха Бальчана и Шакрухана, которые получили самую высокую оценку. Фильм собрал в кинопрокате 12 миллионов долларов и был объявлен коммерческим успехом и стал самым кассовым индийским фильмом года. Фильм выиграл 4 награды Film Fair Awards, в том числе как лучший актер критики Шакрухана и как лучший актер второго плана Амитаха Бальчана. 5 место. «На чужбине». Фильм получил 12 номинаций на 43 премии Film Fair Awards, в том числе за лучший фильм «Лучший режиссер» Супхаш Хай, «Лучшая актриса» Махима Чоутхари. Фильм был объявлен суперхитом и стал четвёртым самым кассовым фильмом 1997 года в Индии. 4 место. «Непохищённая невеста». Фильм «Непохищённая невеста» стал самым кассовым фильмом Болливуда и одним из самых успешных индийских фильмов в истории. Он выиграл 10 фильм Fair Awards. Многие критики высоко оценили фильм, который связал разные слои общества, одновременно пропагандируя прочные семейные ценности, исследования собственному секцу. Его успех побудил других кинематографистов ориентироваться на нерезидентную индийскую аудиторию, которая считалась для них более прибыльной. Фильм занял 12 место в Британском институте кино и попал в список лучших индийских фильмов всех времён. Это самый продолжительный фильм в истории индийского кинематографа. 3 место. «Девдас». Премьера фильма «Девдас» состоялся на Каннском кинофестивале в 2002 году. Это был самый дорогой индийский фильм, когда-либо снятый в то время, с бюджетом 6,5 миллионов долларов. Фильм получил смешанный отзыв. Фильм имел коммерческий успех и стал самым кастомым индийским фильмом года, заработав 13 миллионов долларов, как в Индии, так и за рубежом. Он получил несколько наград, в том числе 5 национальных кинопремий и 11 фильмов «Фэр Эвертс». 2 место. «Вер и Зара». Фильм «Вер и Зара» получил 15 номинаций, из которых 4 выиграл, включая «Лучший фильм» и «Лучший рассказ». На 6 премии ИФА фильм получил 7 ведущих наград, в том числе «Лучший фильм» и «Лучший режиссер Яг Чопра», «Лучший актер Шакрухан» и «Лучшая актриса второго плана Раниму Кекш». Фильм также выиграл, как «Лучший популярный фильм». Фильм оставался на первой позиции на второй неделе выпуска, и в конечном итоге фильм собрал 14 миллионов долларов и стал лидером в касте среди 10 лучших фильмов Индии в 2004 году. 1 место. «И в печали, и в радости». Фильм стал крупнокомическим успехом, как на внутреннем, так и на международном уровне, собрав в прокате 20 миллионов долларов, став самым кастовым индийским фильмом с тех времен, во всем мире на тот момент своего релиза. Фильм получил смешанные отзывы от критиков, которые высоко оценили кинематографию, дизайн костюмов, саундтрек, выступления, эмоциональной последовательности темы, но критиковали длину и сценарий. За пределами Индии фильм был самым кастовым индийским фильмом когда-либо снятым, пока его рекорд не побил следующий религиозский фильм «Карана Джохара» «Никогда не говори прощай». Фильм номинировался 16 раз и в конечном итоге выиграл 5 наград. На этом все. Если вам понравилось видео, подписывайтесь и поставьте лайк. До скорой встречи!